В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Белорусский журналист пострадал в ходе нападения на автобус в Олимпийском Рио. Инцидент произошел после баскетбольного матча «Беларусь-Бразилия», где наша команда одержала волевую победу. Транспорт с представителями СМИ атаковали по пути в главный пресс-центр Олимпийских игр. Вначале предполагалось, что по стеклам стреляли, но после выяснилось, что в них бросали камнями. Легкие травмы получили два человека, среди них и наш соотечественник. В видеоблоге журналист Артур Жоль рассказал подробности инцидента. Мы возвращались с баскета, где белорусские феноменально обыграли бразильяна. И услышал какие-то два хлопка, тихих, небольших, и увидел, что стекло покрыто все в трещинах. Я сразу же лег на пол, вниз со мной все остальные журналисты. Мы не понялись вообще, что произошло, но обычные меры безопасности в такой ситуации. Мы доехали до ближайшего поста полиции, военных. Они остановили, взяли нас под контроль. Отмечу, что вопрос безопасности для организаторов игры является одним из самых болезненных. Накануне нападение подверглась делегация из Черногории. Неизвестные спровоцировали ДТП, а после отобрали у представителей депкорпуса личные вещи. Вдобавок к этому, в воскресенье эвакуировали пресс-центр из-за угрозы теракта. Все обошлось, однако полиция Рио-Джанейро в очередной раз заявила, что безопасность туристам и даже олимпийцам они гарантировать не могут. Кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва начали предоставлять в СМИ свои программы. Они будут публиковаться по мере поступления. Причем как на страницах региональных, так и центральных газет. Регистрация кандидатов продолжится до 11 августа включительно. Получив добро от окружной избирательной комиссии, сразу можно приступать к агитации. Кандидату в этом на помощь могут прийти доверенные лица. Варианты ведения предвыборной агитации различны. Это и выступления перед избирателями на встречах с ними, и публикации программ в печати, и знакомства с ними в эфире, радио и телевидении. К слову, на СТВ выступления кандидатов будут транслироваться начиная с 15 августа. Запланировано и проведение теледебатов. Дату и время выхода передачи с выступлениями каждого из кандидатов определит жеребьевка. Бизнесмены, прокуроры и налоговые инспекторы за одним столом. Впервые совершенствование законодательства в сфере налогообложения обсуждали в столь широком составе. Сейчас обновления в налоговый кодекс вносятся ежегодно. Правда, в 2017-м радикальных перемен не ожидается. К слову, сама сфера за последнее время претерпела положительные изменения. В рейтинге Всемирного банка по индикатору налогообложения Беларусь поднялась сразу на 47 пунктов. Именно этот параметр учитывается при составлении бизнес-планов, и от его стабильности зависит привлекательность страны для инвесторов. Сейчас завершающая стадия внесения изменений в налоговый кодекс на 2017 год. И работа ведется очень плотно. В августе месяце уже буквально финишные какие-то штрихи дорабатываются для того, чтобы парламент мог принять налоговый кодекс заблаговременно, для того, чтобы субъекты хозяйственные могли изучить те изменения, которые предполагаются, и с начала 2017 года приступить к работе. Цветы независимости. Сегодня в сквере имени Симона Боливера играли гимны Эквадора и Беларуси. Винки к памятному камню легли по случаю Дня независимости латиноамериканской страны. 207-ю годовщину независимости Эквадора в Минске почтили представители белорусского МИД, дипкорпуса, военного ведомства, а также рядовые белорусы. Несмотря на расстояние почти в 11 тысяч километров, наши страны поддерживают тесные политические и экономические связи. Однако контакты не ограничиваются лишь официальными визитами и экспортной статистикой. Беларусь не осталась в стороне и оказала помощь Эквадору после разрушительного землетрясения, случившегося в этом году. Для меня самым важным из общих для наших стран событий стала отправка гуманитарного груза из Белоруссии, чтобы поддержать пострадавших от землетрясения в Эквадоре. Это стало знаком того, что наши страны связывают не просто дружеские, братские отношения. И сегодня для нас очень символично отмечать День независимости именно в Минске, городе, который добился освобождения от одного из страшнейших зол 20-го века. С национальным праздником, Днем провозглашения независимости, народ и руководство Эквадора поздравил президента Белоруссии Александр Лукашенко. Китайские туристы смогут приехать в Беларусь без виз уже в сентябре. В силу вступило соглашение между правительствами двух стран. Группы путешественников, численностью 5 и более человек, организованные туроператорами, могут въезжать на территорию другой страны без специального разрешения. Достаточно иметь на руках паспорта и приглашения. Напомню, что с прошлого года китайские туристы, которые прилетели в Беларусь прямыми рейсами из Поднебесной, могут находиться в нашей стране без виз до трех суток. Обязательное условие при этом – действующая шенгенская виза. Страшная авария с участием, предположительно, белорусов произошла сегодня в Новосибирской области. Трое взрослых и девятилетний ребенок погибли. В ГИБДД уточнили, что на пострадавшей машине белорусские номера и, судя по документам, погибшая одна семья. Известно, что водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и врезался в фуру. Полиция продолжает работу на месте происшествия. По меньшей мере, 11 младенцев погибли из-за пожара в роддоме на западе Багдада. Пламя разгорелось этой ночью и службы среагировали лишь через несколько часов. Спасатели достали с пламени 7 детей и около 30 женщин. Сейчас их перевели в другую больницу. Причиной возгорания названо короткое замыкание. Пожар потушили, однако полиция оцепила место и не пускает помещение никого. Предположительно, пламя разгорелось в коридоре и перекинулось на инкубатор, где и лежали младенцы. Очередной скандал с американскими разведчиками. Спецгруппа Конгресса США выяснила, что Центральное командование Вооруженных сил страны изменяли разведданные, чтобы в более выгодном свете выставить свои действия против исламистов. Причем многие арестованные и ликвидированные экстремисты оказались таковыми лишь на бумаге. Помимо этого, долгое время руководство разведчиков занижало угрозу со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды. По этому вопросу будет выпущен в ближайшие дни специальный доклад, а обвиняемые в фальсификации данных отказались комментировать расследование, пока не увидят отчет своими глазами. Свыше 400 человек эвакуировали специалисты с португальского острова Мадейра. Он уже несколько суток охвачен мощными лесными пожарами. На борьбу с огненной стихией отправлены все спасатели. Помогают тушить пламя и местные жители, правда, ведер с водой недостаточно, чтобы усмирить огонь. Правительство острова сообщило, что жертв нет, однако десятки человек обратились за помощью из-за отравления дымом. Отмечу, что материковая часть Португалии на помощь Мадейре не смогла выделить специалистов, так как сама во власти пожаров. Пламя съедает сосновые и эвкалиптовые леса, вплотную приблизившись к Лиссабону. Уголовные дела против восьми бывших работников концлагерей готовятся открыть в Германии. Речь идет о четырех женщинах и четырех мужчинах. Они служили в концентрационном лагере Штутгов под Гданьском и обвиняются в причастности к убийствам тысяч узников. Подозреваемым сейчас всем за 90, однако от суровой длани закона это не спасет. Их вполне могут арестовать сроком до четырех лет. Так было в 2015 с бывшим офицером СС, который был причастен к убийству 300 тысяч человек в лагере смерти Аушвиц. Сейчас он отбывает наказание. В Боснии экстремал погиб в прямом эфире после прыжка в реку с 20-ти метровой высоты. За этим наблюдали тысячи человек. 34-летний мужчина принимал участие в телеконкурсе. Спортсмен прыгнул в реку Дрино, после чего вынырнул, а затем снова ушел под воду. Лодки со спасателями были на месте уже за несколько секунд, но помочь жертве экстремального шоу не смогли. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Вступительная кампания в Беларуси подходит к концу. Около полусотни вузов страны зачислили почти 55 тысяч студентов. Больше 20 тысяч из них получать высшее образование будут на бюджетной основе. Самыми востребованными специальностями остаются информатика и технология программирования, иностранные языки. Самый высокий проходной балл на международные отношения – 382. Ежегодно появляются новые специальности. В этом году было несколько специальностей педагогического профиля, технологического. Конечно, одна из задач, которая стоит – это подготовка высококвалифицированных кадров, которые владеют современными технологиями. И эта задача решается и через новые специальности, и через ежегодное обновление содержания подготовки. Пишите письма на бумаге. В Витебске установили необычный ящик для корреспонденции, кованный с изящной отделкой. Первый арт-объект весом 100 килограммов разместили неподалеку от площади Победы. Ежедневно из него вынимают около полусотни писем. Совсем скоро в городе появится и другой, тоже ручной работы. Подобные эксклюзивные объекты постепенно становятся частью витебского арт-пространства. Письма бумажные – это намного круче, чем электронные. Это более интересно, даже романтично, можно даже так сказать. Мне нравится больше бумажные. Очень приятно, что такой вот ящик стоит, да, и даже письмо хочется именно сюда бросить. И последнее. В Литве лис украл у мужчины ключи от машины. Видеоинцидента на своей странице в соцсети опубликовал сам пострадавший. Он испровоцировал лиса на кражу. Мужчина пытался заманить лесного жителя связкой ключей. Бросил их на траву. Животное несколько секунд изучало неизвестный предмет, а потом схватило его в зубы и бросилось в лес. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск в 16.30. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!